Сегодня коллеги выступали, говорили о том, что 5-6 лет вроде бы как-то нашли некий баланс в стране. Но это в том числе и говорит, скажем, о некой, может быть, шаткости определенных положений, ситуации. Поэтому, говоря о том, что мы всегда поддерживаем стабильность в стране, стоит, наверное, говорить, что, видимо, существует это опасение. Он связан, в том числе и с, так сказать, реальностью нашей жизни, с реальностью того, что происходит в стране. И, конечно же, говоря уже об этом, на стороне вопроса, стоит говорить о том, что в русскоязычном населении и в других публических групп, конечно же, существует на сегодняшний день опасения, определенные, связанные с ростом национализма. Хочу сразу сказать, что я в своем выступлении вообще всегда стараюсь откладываться в оценках ситуации от слов руководства страны. Поэтому и сегодня, в том числе и говоря, это действительно негативная стабильность. Я хотел бы обратить внимание, что именно в таких оценках и отталкиваюсь. И замечательно, что мы имеем президента, который является гарантом международного согласия в стране. Но, с моей точки зрения, оптимально для всех нас выведена ситуация, когда гарантом наступала бы сама система, государственная система, независимо от того, кто ее возглавляет. Я рад, что с назначением Татарова Владимировича, главы ассамблеи народа Кыргызстана дается определенная динамика на отширение этих вопросов. Несколько раз тут высказывался о социальных сетях, как раз к этому поводу, приводив пример выборы от президента США, штатах Америки. Тут невозможно представить, чтобы, скажем, персонали, участвующие в выборной кампании, в дискубах, хоть как-то негативно, скажем, высказывались на межрегитетические вопросы. Тут даже неважно, кто победит Хиллари, Клюнтан или Трамп, можно не сомневаться, что сама такая практика государственная продолжится в этой стране. Можно найти примеры поближе, например, в Узбекистане 90-х годов, когда тоже в свое время разначились негативные тенденции на поле межрегитетического согласия. Калибов очень в быстром порядке принял закона наказания даже не за высказывание, даже за высказывание, не говоря о чем-то большем, и там двух-трех показательных процессов на тот момент, в принципе, хватило, чтобы как-то выровнять ситуацию. Конечно, Калибов говорит о том, что там все хорошо в области межрегитетических отношений, но, как бы, тем не менее, можно взять другого нашего соседа Китая, мы прекрасно знаем все проблемы на межрегитетическом поле, но, тем не менее, тоже невозможно бы найти, не представить ситуацию, когда кто-либо из политиков, общественных деятелей, вот как-то в открытом поле высказывался негативно в сторону того-лютого военно-сопроживающего в стране. Более того, невозможно представить, чтобы СМИ выступали площадке для подобных высказываний. И у нас, конечно же, хотелось, чтобы и мы в Кыргызстане сегодня находили перерывающие подходы в том, чтобы, в том числе и правоприменительные, которые просто не допускали даже теоретически и саму возможность появления вот таких вот инцидентов на поле отношений аэтосов. Сегодня у нас, конечно, находится, удается сохранять определенный баланс, как я уже сказал, но нет ничего хорошего, что в СМИ сегодня идет зачастую довольно оскорбительная дискуссия на тему отношений аэтосов. Ну, с одной стороны, это всегда была возможность выплеснуться различным культам, простым обывателям, но тем не менее. Здесь я хочу еще раз подчеркнуть, что всему нашему народу, кыргызскому народу, всегда были присущи добродушие, толерантность в жительнических отношениях. Я часто выезжаю в регион и имею возможность общаться с большим количеством людей по всей стране, и нередко Аксакалы просят приезжать чаще. Есть что обсудить, и хочется сказать, что иногда даже то, что ты слышишь в регионах от людей, простых людей, оно зачастую сильно отличается от того, что говорят наши политики с трибуны. У нас замечательный народ, но просто всегда, везде, во все времена находится желающий разыграть эту межнациональную карту, и они, вот эти люди, очень четко смотрят на официальную реакцию или на ее отсутствие, на свои основные действия. И вот хочу еще раз подчеркнуть, что далеко не всегда такая реакция есть. Встает вопрос, почему. Это вот первый момент, на который мне хотел бы остановиться. Второй момент, говоря о проблемах на межэтническом поле, хотел бы сказать, что сегодня каждому протестанцу, всем нам, неплохо было бы лучше знать и принимать своего соседа. И когда у нас у всех, безусловно, будет меньше проблем. Общаясь с официальными лицами, очень часто ухаживают на это, я не так, среди сидящих в зале есть, среди ваших знакомых, люди, которые, скажем, гораздо не были на юнистре, даже гораздо перевалны, переезжали, хотя бы от чистого времени, час сорок, чтобы попасть в другую географическую часть, как места. Точно так же можно сказать, что среди южан не так много людей, которые бывают, скажем, в столице, в Пешкете или на Сукули. И вот именно вот на такой ситуации цветет эмохрон цветом мифотворчества, репутатского и регионализма, и национализма. И не раз говорила о необходимости экскурсионных программ, программ обмена для наших школьников внутри страны, внутри Кыргызстана. Пользуясь присутствием на сегодняшнем мероприятии официальных лиц, хотел бы выйти с предложением. Мы его уже с рядом коллег обсуждали, не так давно. Если была бы оказана поддержка государства, я бы предложил и нашим общественным организациям, и организациям, ведущим на Сан-Дуе-Навады Кыргызстана в первую очередь, включиться в создание, а главное, в реализацию программы по формированию интернациональных отрядов волонтеров, отрядов грузов, которые проложили бы свой круг по всей карте страны. На мой взгляд, это будет настоящий практически удар по многим негативным явлениям. Третий момент, который я хотел бы отметить, это то, что говоря о национальном вопросе в Кыргызстане и межэтническом согласии, мне кажется, что в контексте темы обязательно нужно рассматривать внутреннюю проблематику и внутреннюю тектонику и в каждой военности стране. То есть понять проблемы того или иного военноса, помочь их решения, и, на мой взгляд, это будет содействовать решению очень многих проблем. И в первую очередь, самой задачей, решение задачи единства штаба государства. А к большому сожалению, у нас не принято, и даже иногда небезопасно затрагивать некоторые темы, вот за этим умолчанием, как правило, всегда искрываются черные дыры. Еще один момент следующий, пользуясь присутствием наших политиков на мероприятии, хотел бы сказать, что ход политических кампаний, которых у нас всегда очень много, также напрямую влияет на межэтнический климат в Кыргызстане. И очень интересно, что на эти моменты стали обращать внимание международные организации, например, такие как ОБСЕ. Так вот, в конце года, прошлого года, по инициативе именно организации состоялась встреча с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных и меньшинствах службы Турсии. И встреча как раз состоялась по следам прошлых чекопарменских выборов в Кыргызстане. Вот, амонизируя политические кампании и выборные законодательства, можно сказать, что интересы национальных и меньшинств недостаточно представлены в этих процессах. Достаточно просто даже посмотреть на персональный состав нашего парламента. И в целом, это, конечно, серьезная тема, она заслуживает отдельного расстава, но, тем не менее. И в том числе, говоря, о слабом участии в политической жизни страны, политических кампаниях, представителей национальных и меньшинств, молодежи, тоже хотел бы сказать, обратиться, может быть, к политическим силам и ко всем, что если бы наши политики смогли дать новое прочтение, очень национальные идеи, проще говоря, создали бы новую национальную идеологию, то, конечно, они бы получили большие симпатии и большие шансы на власть, конечно. И, конечно, говоря о молодежи, вот такой подход позволил бы всем политическим силам, в конце концов, и вырастить на этом поле свои команды. Я завершаю. Хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, на эту задачу межэтнического согласия необходимо сегодня продлить в Севану до общенационального согласия, общенационного согласия на основе общенациональной идеи. И здесь, в принципе, не важно, кто выйдет инициатором этой задачи власти или оппозиции, через год у нас ожидает выбор «Акента». И, как недавно Армадий Шершенович сказал, что нам нельзя будет ошибиться. Я полностью его поддерживаю в этом. И Кыргызстану нужен сегодня свой великий объединитель. То есть завершая, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, говоря о создании концепции, идеологии, конечно же, очень важно. Эта работа очень важна. Но нельзя ее увлекаться в таком чистом виде, забывая о практической стороне вопроса и жизни наших простых граждан. То есть, говоря «халла-халла», о том, что слаще не станет. И говоря о тех задачах, которые сегодня обучиваются, нужно, на мой взгляд, не забывать о практических шагах и не забывать о тех моментах, которые мешают реализацию таких больших государственных задач. И хотел бы в завершение пожелать мира и процветания всем нам, нашему Кыргызстану. Хотел бы пожелать ассамблей народов Кыргызстана и больше активности, и больше решительности. И, конечно, успехов в работе. И очень рад, что там был бы, что новая динамика в вашем лице пребывает в работе ассамбле. И спасибо.